Грегори Скарпа старший. Непростое исследование. Ярко одевался, всегда носил с собой пачку 5000 долларов наличными, он носил кальсоны, мизинцы в 7 карат и часы с бриллиантами, грабил банки и расхищал ценные бумаги. Он владел домами в Лас-Вегасе, Бруклине, Флориде и Стейтен-Айленд, а также квартирой в эксклюзивном районе Саттен-Плейс на Манхэттене. Он был крупнейшим торговцем украденными кредитными картами в Нью-Йорке и заправлял международной сетью по угону и сбыту автомобилей. Одно-единственное ограбление банка, совершенное его печально известной бандой, праздничный день, день независимости 4 июля 1974 года, только это ограбление принесло ему 15 миллионов долларов в виде 13 спортивных сумок, набитых наличными и драгоценностями. Его операции по спортивным ставкам приносили 2,5 миллиона долларов в год. Его бригада еженедельно зарабатывала 70 тысяч долларов на продажу наркотиков. И все же, спустя 15 лет после того, как он стал посвященным членом преступного клана Коломбо, когда он занимал позицию старшего капа, Скарпа был арестован за воровство монет из телефонного автомата, просто не мог устоять перед возможностью присвоить себе даже горстку сдачи общественной телефонной компании. Один из агентов ФБР, контактировавший с Карпой, описал его так «Рост 5 футов, то есть чуть больше полутора метров, вес 220 фунтов, то есть под 100 килограмм». Вид, как у человека быка, с толстой шеей и огромными бицепсами. На протяжении более 42 лет, будучи частью семи клана Коломбо, он перемещался по улицам Бруклина, как феодал, обретя себе такие прозвища, как «брачный жнец» или «смерть», «безумный шляпник», «каннибал-лектор» и «машина для убийства» «Killing Machine». Он даже подписывал личные письма инициалами «K.M. – Killing Machine». Но Скарпа также был домашним человеком, причем с тремя отдельными семьями. В 1949 году он женился на коне Форрест. У них было четверо детей, в том числе известный после Грега-младший, который начал совершать преступления для своего отца в возрасте 16 лет. После, еще будучи женатым на коне, которую он отправил в Ниджерси, Скарпа переехал к Линде Диане, великолепной красавице, брюнетке на 19 лет его моложе, которая встречалась и мутила романы с разными больниками с подросткового возраста. У Скарпа было двое детей от Линды, но пытаясь скрыть тот факт, что они были от Грега, она вышла замуж за человека по имени Шира, который считал, что эти дети были его собственные. Затем, в 1975 году, все еще будучи женатым на коне Форрест и живя как гражданский муж Линды, Скарпа сбежал в Лас-Вегас и женился на Лили Даджани, 35-летней бывшей мисс Израиль. Годы спустя, любовник Даджани, бывший врач по прерыванию беременности по имени Эли Школьник, был убит по приказу Скарпы. Тем не менее, в 1979 году Скарпа согласился позволить Линде продолжать бурные сексуальные отношения с Ларри Мазо, симпатичным 18-летним курьером, а позже сделал его своим протеже, обучая его таким преступным навыкам, как ростовщичество, ограбление банков и убийство. Бывший бокалейщик был шокирован, когда Скарпа однажды предложил ему убить перебежчика мафии, чтобы продемонстрировать, что происходит с крысами и не испытывая никаких комплексов в отношении убийства этой невинной женщины. Когда он услышал, что Мэри Барри, красивая любовница младшего босса семьи, может начать говорить с властями, он заманил ее в клуб и выстрелил ей в голову в упор, и выкинул ее тело в свернутом брезенте в двух милях от своего заведения. Позже, когда собака жены одного из членов его бригады нашла кусок уха мертвой девушки, Скарпа только шутила об этом за обедом. «Он был просто злобное, жестокое животное», — говорил Мазо. «Беспринципное, холодное, вероломное, просто ужасное человеческое существо». И все же дочь Скарпы, маленькая Линда, как ее называли, описала его как, цитата, «невероятно любящий отец, который был рядом с нами каждый вечер за ужином в пять часов. Кем бы он ни был на улице, дома он был по-настоящему нежным». Как настоящий социопат, Скарпа, очевидно, был способен по своему желанию превращаться из жестокого убийцы в верного отца. После одного кровавого побоища, когда Мазо и Скарпа расстреляли соперника в голову, они пошли домой, чтобы поиграть с малолетним внуком Грега, выпили вина и посмотрели вместе сериал «Сайнфилд». «Он мог трансформироваться», — говорила также маленькая Линда. «Он мог пойти убить кого-нибудь и через пять минут был дома и смотрел по лесу Фортуны вместе с моим братом и мной». Мрачный жнец правил 13-е веню в Бенсенхарсте железной рукой. Он был ответственен за более чем 25 отдельных убийств между 1980 и 1992 годами. С помощью Мазо Скарпа убил трех человек за один четырехнедельный период. Он выстрелил в одном из своих жертв из ружья, когда тут вместе с женой развешивал рождественские гирлянды. Он убил 78-летнего члена семьи Дженовеза, потому что старик оказался не в том месте и не в то время. Затем, несколько недель спустя, после того, как наблюдение ФБР и полиции Нью-Йорка было снято с одного из мафиозных социальных клубов, он подъехал к капе семьи Коломбо Николасу Гранчио. И когда его собственная винтовка заклинила, он приказал выстрелить подельнику. Гранчио оторвало нос, а один из зубов позже был найден в соседнем здании. Другой момент, узнав, что Космо Катанзана, один из членов его бригады, может начать говорить с федералами, Скарпа приказал вырыть ему могилу еще до его убийства. Но Катанзана успел убежать, после чего агенты управления по борьбе с наркотиками арестовали его. Этот человек был мастером непредсказуемого, и он абсолютно не знал никаких границ страха, говорил Джозеф Бенфанте, один из бывших юристов Скарпа. Если бы он жил 400 лет назад, он был бы пиратом. Наглый, повелевающий Скарпа дожидал себя повод носить повязку на глазу. В 1992 году, когда ему поставили диагноз ВИЧ, и ему оставалось жить всего несколько месяцев, он нарушил домашний арест и отправился за парой местных торговцев наркотиками, которые угрожали его младшему сыну. В последующей перестрелке ему прострелили глаз, тем не менее он зашел домой и выпил стакан виски, прежде чем вызвал Аримаза, чтобы тот отвез его в больницу. Скарпа был страстный и отчаянный, вспоминал один из бывших помощников окружного прокурора. Другой следователь говорил о потребности этого убийцы находиться на грани. Капа не должны ходить по улицам, угонять грузовики, заключая сделки с наркодилерами, говорил он. У тебя же для этого есть собственная бригада. Ему всегда нужно было быть на передовой, в открытой точке, где что-то должно было произойти. И при этом, несмотря на то, что он открыто пренебрегал крысами, Скарпа посвятил более трех десятилетий предательству своей большой семьи Коломбо. 1153 страницы документов, раскрытых в ходе этого расследования, показывают в частности, что более чем за два года до того, как знаменитый перебежчик мафии Джозеф Валачи начал петь перед Комитетом по борьбе с рэкетом в исторических слушаниях, которые транслировались по телевидению от побережья до побережья, за два года до этого Скарпу уже доносил самые сокровенные секреты криминальной семьи для ФБР. Подробные многостраничные служебные записки, называемые Airtails, позже обозначенные как отчеты ФБР-209, показывают, что Скарпа, чей кодовый номер был NY3461CTE, два или три раза в месяц встречался с агентами из Нью-Йоркского отдела ФБР. Во время этих секретных сессий, которые проводились в гостиничных номерах, автомобилях и различных домах Скарпа в Бруклине, он кормил ФБР внутрисемейной грязью, которую Джон Эдгар Гувер так жаждал. Каждое из этих донесений направлялось самому директору, и как мы увидим, хотя многие отчеты содержали подробную информацию об организационной структуре мафии, 34-й, код под которым был Скарпа, также сообщал бюро массу дезинформации. Блестящий макеавеллистский стратег Скарпа не только оставался на свободе, ведя свою преступную жизнь в течение 42 лет, избегая тюрьмы после 20 отдельных арестов или обвинений в совершении преступлений, но он и неоднократно сдавал своих конкурентов внутри, буквально устраняя многих из вышестоящих Каппа вместе с двумя боссами семьи, а именно Джозеф Коломбо и Кармайн Персика. Ему также удалось провоцировать серию внутренних конфликтов или войн, которые разорвали единую семью на части. Именно дуличие Скарпа проложило путь печально известному покушению на Джозефа Коломбо на митинге итало-американской лиги гражданских прав перед 50-тысячной толпой в 1971 году. Это были тайные махинации Скарпа, которые спровоцировали вторую войну в семье Коломбо, между сторонниками Кармайн Персика и жестокими полусумасшедшими братьями Галло в начале 1970-х годов. И это был Скарпа, кто разжег битву, которая привела к печально известному разгрому безумного Джо Галло в 1972 году. Так его называли. Наиболее важным для федерала было то, что именно Скарпа дал предпосылку, которая привела к прослушиванию телефонных разговоров, использованные позже в историческом деле комиссии и отправивших последствия Персика и двух других нью-йоркских боссов в тюрьму на пожизненное заключение. В 1989 году Эверет Хэтчер, тайный агент управления по борьбе с наркотиками, был расстрелян племянником Скарпы Гатсом Фераччи, который был членом бригады Грега «Вимпи Бойс». «Вимпи Бойс» можно перевести как «слабаки», «бесхарактерные», «турсливые», «молодушные мальчики», «сосунки». Так иронически называлась бригада Скарпы и также назывался их клуб «Вимпи Бойс Клаб». Этот хладнокровный расстрел привел к формированию отряда из 500 человек ФБР и Управления по борьбе с наркотиками. Оперативная группа и международный розыск длились более 9 месяцев. Сегодня новые данные свидетельствуют о том, что это был Скарпа, кто позже подстроил убийство собственного племянника, чтобы отвести давление, образовавшееся в отношении других нью-йоркских семей. Скарпа был настолько искусным шахматистом, что использовал свое положение сведомителя высшего эшелона, чтобы заработать сотни тысяч долларов, помимо миллионов, которые он зарабатывал на рэкете. Мало того, что ФБР выплатил ему более чем 158 тысяч долларов в виде гонораров и премий за его услуги, но его агент по контролю с середины 60-х до начала 70-х годов Энтони Вилана выступал посредником получения откатов от страховых компаний за некоторые из угонов из закоклассных автомобилей, которые Скарпа организовывал. Эти вознаграждения в размере десятков тысяч долларов возвращались Скарпе за его собственные кражи, начиная от спиртных напитков и акций, заканчивая золотыми слитками, драгоценностями и ртутью. Скарпа даже получил часть вознаграждения за возвращение знаменитых драгоценностей Регины Пэсис после того, как банда наркоманов украла желанные предметы из Бруклинской церкви. Это привело к тому, что бюро попало в заголовки национальных газет после того, как стало известно о возвращении этих драгоценностей. Машина для убийств также работала на правительство в ряде так называемых операций в черных мешках, которые он выполнил скрытую от криминальной семьи. Первой была его хорошо известная поездка в Миссисипи летом 1964 года, когда он пытал члена Кукукс-клану, чтобы тот раскрыл тайну дела Мизберн, а именно указал тела убитых правозащитников Гудмана, Швернера и Ченни, когда агенты ФБР, назначенные для расследования, оказались ни с чем. После раскрытия второго убийства, связанного с гражданскими правами в 1966 году в качестве особого актива у ФБР, Скарпа ездил в Коста-Рику в начале 80-х, чтобы экстрадировать беглого Капа Коломбо, Энтони Пирайна, известного порнокороля, который заработал миллионы, на производстве фильма «Глубокая глотка». В обмен на помощь федералам, Скарпа собирал огромные суммы, используя свое влияние ФБР, чтобы избежать судебного преследования под трем отдельным обвинительным актом, выдвинутым Департаментом по организованной преступности за эти годы. Мало того, что в 1974 году он выиграл обвинительное заключение за кражу ценных бумаг на 520 тысяч долларов и сговор с целью подделки, перевозки и продажи акций IBM на 4 миллиона долларов, когда агенты секретной службы арестовали его в 1986 году за машинничество с кредитными картами, обвинение, которое могло привести Скарпа к 7 годам тюремного заключения и штрафу в размере 250 тысяч долларов, вмешалось ФБР и помогло ему смещить приговор до испытательного срока и штрафа в размере 10 тысяч долларов. В какой-то момент Скарпа заразился ВИЧ после переливания испорченной крови и ему оставалось жить всего несколько месяцев. По крайней мере, так правительство сообщило суде, выносившему приговор. Если бы он тогда попал в тюрьму, Скарпа никогда бы не оказался на улице, чтобы рожить свой последний великий заговор – Третью войну Коломбо. Но он прожил еще 6 лет. Человекам, поручившимся за него в то время, был Рой Линди Веккио, известное в бюро как Мистер Организованная Преступность. Так его называли за успех уничтожения разного рода мафиози. После официального открытия Скарпа вновь внутри ФБР в 1980 году, после пятилетнего перерыва, Лин, как его называли, быстро поднялся по служебной лестнице в бюро, командуя двумя отрядами по борьбе с организованной преступностью. Он также преподавал разработку информаторов Академии ФБР и стал ведущим агентом по делу комиссии мафии в значительной степени благодаря его управлению информатором NY-3461-CTE, также известным как 34, то есть Грег Скарпа. Но позже адвокаты защиты утверждали, что отношения Лина со Скарпой были нечестивым союзом. В 1994 году ФБР начала расследование внутренних дел Управления профессиональной ответственности после того, как четыре агента под руководством Веккио фактически обвинили его в утечке ключевой разведывательной информации убийцы мафии. Веккио, который отказался пройти проверку на детектор лжи, тем не менее получил иммунитет во время расследования, что сделало практически невозможным для Министерства юстиции предъявить ему обвинение. В 1996 году он ушел в отставку с сохранением полной пенсии. Позже ему был предоставлен иммунитет во второй раз, но он все равно повторял «я не помню» порядка 50 раз или больше на слушаниях в 1997 году, когда адвокаты защиты пытались снять слои, скрывающие его тайные отношения со Скарпой. В марте 2006 года окружной прокурор Бруклина обнародовал обвинительный акт, в котором веке представлены обвинения по четырем пунктам за период его 20-летних отношений с Греголем Скарпом старше. В следующем году после прерванного двухнедельного судебного разбирательства эти обвинения были сняты, но не раньше, чем протеже Скарпы Ларри Маза свидетельствовал, что его наставник перестал считать трупы после 50-го убийства. Собственная дочь Скарпы, маленькая Линда Широ, сказала, что это было похоже на то, что ты растешь серийным убийцей. Самый жестокий период машины для убийств пришелся на время Третьей войны Коломбо, которую Скарпой спровоцировал. Число погибших во время этого конфликта составило 14, и доказательства говорят, что Скарпа был лично ответственным как минимум за 6 нападений. Каждый раз, когда он совершал значительное убийство, Скарпа набирал сатанинские цифры 666 на пейджере для своего канцельерия, чтобы сообщить ему, что работа сделана. Последнее убийство, которое он совершил через 4 дня после Рождества в 1992 году, было 26-м, которое Скарпа организовал или осуществил сам уже во время сотрудничества с Лином Векио. Эта цифра составила более половины убийств, которые, по словам Мазы, совершил Скарпа, когда он перестал вести им счет. Позже Маза подтвердил это число в интервью New York Post в 2012 году. Эти 50 убийств делали мрачного жнеца Гримрипа, пожалуй, самым результативным наемным убийцем в истории организованной преступности, и поставили его в ряды первых серийных убийц мира. Тот факт, что большинство этих смертей произошло, когда он получал деньги как виртуальный агент-провокатор со стороны федералов, является свидетельством готовности ФБР заключить сделку с дьяволом, как выразился судья, который вел дело Векио. Месяц в тюрьме за более чем 4 десятилетия. Грегори Скарпа-старший, будучи более 42 лет, гибер жестоким гангстером, отсидел в тюрьме всего 30 дней. И это в те годы, когда он был закрыт как источник ФБР. В остальное время агенты ФБР группами вмешивались, чтобы удержать так называемого безумного шляпника на свободе. Но не это было самым тревожным аспектом отношений Скарпа с государством. В свете 1150 с лишним страниц файлов ФБР о Скарпе, к которым мы сейчас получили доступ, можно справедливо утверждать, что основная информация ФБР против Казаностры была определена и сформирована тем, что Скарп оскарбливал им. Особенно в годы с 1961 по 1972, когда сам Джон Эдгар Гувер был на приемной стороне докладов от 1934. Учитывая отношения Бюро со Скарпой, неудивительно, что старший федеральный судья приговорил одного незначительного капа из семьи Коломбо к нескольким пожизненным срокам за преступления гораздо менее тяжкие, чем преступления Скарпы. Даже будучи сушеным в борьбе с ВИЧ, похудев с до 120 фунтов до 116, то есть до 52 килограмм, к концу своей жизни, Скарпа много лет побеждал настоящего мрачного жнеца, саму смерть, оставаясь в живых, чтобы совершить еще несколько убийств, когда он задумал захватить власть семье в фальшивой войне, которую он спровоцировал. Немного фигур в истории организованной преступности действовали с таким напором, коварством и безразличием в человеческой жизни. Тот факт, что он служил секретным оружием ФБР против того, кого линвеки он называет врагом мафии, только подчеркивает моральную двусмысленность, пронизующую всю эту историю. Опираясь на секретные донесения ФБР, которые никогда прежде не публиковались за пределами бюро, на последующих страницах мы расскажем, как Григорий Скарпа-старший, в то время молодой капо преступного клана Парфачи, привел самого Джона Эдгара Гувера, святая святых преступного мира. Как только этот союз начался, у бюро, казалось, не было пути назад. «Они наняли жестокого убийцу, чтобы остановить гораздо менее способных убийц», говорит адвокат защиты Эллен Резник, чья работа помогла разоблачить этот нечестивый союз. Когда вы перелистываете страницы этой книги, вам следует помнить о двух важнейших вопросах. Кто был главным? Специальные агенты, такие как Тони Вилана или Нвекио, которые отвечали за контроль Скарпы или сам убийца Скарпа. И кто больше выиграл от этой сделки с дьяволом? ФБР или тот самый враг мафии, которого они стремились победить? Субтитры создавал DimaTorzok